hello гайцы ну что закончились три недели тестов 113 банок samsung 50s и пора провести подмежут промежуточные итоги но перед этим объясню вам почему так важно важность сортировки банок предыдущая батарея из парнослойников у меня уже откатала два года она была собрана по той же методике сортировка по емкости и дополнительно по внутреннему сопротивлению и за два года батарея еще ни разу не запускалась на балансировку то есть даже при потребляции там три с половиной киловатта мощности разлет по секциям не выходит за пять сотых батарея на балансировку не включается вот такой вот экспиренс а другие люди людишки мучаются до с этой балансировкой и парятся день ото дня значит у нас получилось по показателям карлсон показывает среднем 4 900 4 950 емкость литокала показывает вообще космические цифры там 5050 5100 ну литокала есть литокала по емкости разбег небольшой но получился большой разбег по сопротивлению от 5 до 17 миллион и это меня беспокоит сейчас вот я с этим разбираюсь первое что меня волнует из-за чего мог получиться такой разбег всего наверно четыре фактора первый фактор это наверно кита банки сами по себе хреновые второй фактор химия после двухлетнего хранения еще не успела разогреться третий фактор по середине тестов ну как бы три недели тесты шли не работал прожектор дома во время того самоката и возможно он разогрел какие-то банки в середине теста и они показывали там аж 5 миллион потому что средний показатель был десятка ну и последний фактор это наверно погрешности тестера честно думаю что банки в норме и тестер в норме просто химия залежалась и ее надо прогреть разогреть ну по крайней мере результаты сопротивления показывают это решил сейчас поставить на тест на перепроверку 6 банок выборочных которые вылетают из общей схемы вот здесь вот емкость ниже до чем средняя а здесь сопротивление посмотрим что будет после перетеста но думаю что батарея я буду также сортировать по емкости и дополнительно по сопротивлению на сегодня пока пока